Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Малявин Андрей Георгиевич, работаю в Московском государственном медицинологическом университете имени Евдокимова, являюсь членом Президентного управления Российского научно-медицинского общего терапевтов и главным штатным пульмономом Минздрава Российской Федерации по Центральному федеральному округу. Сегодня мы поговорим об актуальной проблеме, в которой, к сожалению, наибольшее количество ошибок совершается и врачами первичного звена, и даже, к сожалению, пульмонологами. Это острый бронхит. Я напоминаю то определение Европейского респираторного общества, которое было еще дано в 2005 году и, в общем-то, не изменилось, но довольно своеобразное. То есть под острым бронхитом принимают острое воспаление бронхиального дерева в результате простуды, возникшего пациенту без хронических левочных заболеваний, симптомами продуктивного или непродуктивного кашля, ассоциированные с характерными симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей, мокрота, одышка, хрипы, дискомфорт грудной клетки или боль, без возможности их альтернативного объяснения. Две позиции. Формально мы не имеем права поставить диагноз острый бронхит у больного с хроническим заболеванием, то есть если это больной с астмой, то это обострение астмы, если это больной с хобл, то обострение хобл. И дальше вот это вот диагноз методом исключения, немножко об этом поговорим в течение дальнейших вещей. Хронический бронхит. Хронический бронхит не выставляется по времени кашля, он выставляется, что продуктивный кашель должен быть более трех месяцев, в течение двух последовательных лет, если нет других причин. Другое бронхолегочное заболевание, например, бронхоктаза или сердечно-сосудистые заболевания, например, сердечная недостаточность. Если кашель больше трех недель, это не хронический бронхит, это хронический кашель. Заболеваемость хроническим бронхитом считается около 5% в общей популяции. Сейчас данные, что заболевание все выше и чаще мы встречаем хроническую абстрактивную болезнь легких. Вообще инфекция дыхательных путей это, наверное, самая большая проблема медицинская, потому что остом бронхитом болеют от 20 до 40% населения в мире ежегодно. Это 90% всех инфекционных заболеваний. Это какие-то чудовищные цифры совершенно местные. И вообще респираторные инфекции нижних дыхательных путей уже давно занимают третье место в структуре смертности после ишемической болезни сердца и инсульта. Наверное, это не относится к остому бронхиту, потому что, к счастью, от этого заболевания смертности нет. Этиология. Вот здесь сложная ситуация, потому что вы видите сверху практически все респираторные вирусы. Это грипп А и Б, это парагрипп, это респираторно-сенситиальный вирус, человеческий метапневмовирус, коронавирус, аденовирус и чаще всего риновирус. А внизу под чертой бактерии. Бардотелопертусис и бордотелопарапертусис – это каклюш, паракоклюш. Считается, что до 10% той симптоматики, о которой мы уже говорили, дает как раз каклюш и паракоклюш. И частично может давать мекоплазму пневмонии, и хламидия пневмонии, это клеточные паразиты. Но я придерживаюсь той точки зрения, что остеобронхит – исключительно вирусное заболевание. И если мы говорим о бактериальном поражении, то это совершенно другие болезни. Мы же не ставим остеобронхит, мы ставим каклюш. Мекоплазма и хламидия – тропные кальвеолярные ткани, в основном вызывают пневмонию. К счастью, не так часто. Ну, справедливости ради, ну давайте будем рассуждать так. Но если легочную чуму, мы же не ставим пневмонию, хотя там основное проявление. Мы действительно понимаем, ставим чума или там брюшной тиф, например. Поэтому все-таки давайте договоримся, что остеобронхит – это исключительно вирусное заболевание. И алгоритм диагностики. Вот у пациентов с вирусной инфекцией с длительностью каши не более трех недель диагноз остеобронхит должен быть установлен, если нет клинических и хронологических доказательств пневмонии, остого приступа астмы или если обострение хобол исключено как причина кашля. Это очень важная позиция методом исключения. Это изобретение видно. Второй пункт мне очень нравится. У пациентов с предположительным диагнозом остеобронхит не должны проводиться рутинные вирусологические и синологические исследования, исследования мокроты по причине редкой идентификации основного возбудителя в клинической практике. На самом деле это действительно бессмысленное занятие. Это трата времени и сил. Абсолютно никоим образом не сказывается ни на прогнозе заболеваний, ни на тактике ведения. Поэтому заниматься этим не нужно. Тем более получить мокроту, а не смыв адонтопатогенные флоры достаточно сложно. И это совершенно не нужно делать. Вопрос такой. Бывают ли респираторные вирусные инфекции без бронхита? Данных по взрослым нет. Это данные педиатров. Но вы видите всего 14% ОРВИ без бронхита. Остальные все-таки заканчиваются бронхитом. И очень такая схема интересная. Очень хорошая. Я небольшой любитель сложных схем. Но в данном случае она очень красивая. Потому что господин Костелек с авторами. Это один из экспертов Европейского респираторного общества. Как раз дал такую схему диагностики кашля. То есть кашля может вызываться не только бронхитом. И даже больше не только легочными заболеваниями. Есть целый ряд заболеваний, которые закономерно вызывают кашля. Наиболее часто это гастроизвагальный рефлюкс. Это ринит. Так называемый постдроп синдром или назальный затек. Очень частое явление. Это сердечное заболевание. В частности сердечная недостаточность. Это синуситы достаточно часто. И то, что я называю гетерогенным влиянием. Это прием, в частности, ингибиторов ангиотензим превращающего фермента. Который в 7-10% случаев может давать так называемый бродикининовый кашель. Просто отмена этих препаратов или перевод на сортаны избавляет от такого неприятного явления. И редко бывает так называемый неврогенный идиопатический кашель. Который, к сожалению, поддается только методам психологического воздействия. Где совершается наибольшее количество ошибок? Наибольшее количество ошибок совершается, когда нет четкой дифференциальной диагностики между пневмонией и остомбранхитом. Как говорят доктора, мы дадим антибиотики на всякий случай, боимся пропустить пневмонию. Я умоляю вас, уважаемые доктора, пожалуйста. Нужно четко помнить, что пневмония – это обязательно уплотнение, консолидация легочной ткани. Методами физикального обследования, перкуссии, голосовым дрожанием вы можете вокальную консолидацию определить. Вы можете послушать больного, обязательно вынудить больного откашляться, потому что влажные мелкопузырчатые хрипы и крепитация при пневмонии не исчезают после откашки. При остомбранхитии меняются существенно. Кроме того, есть ряд позиций, которые практически не только исключают диагноз пневмонии, но и не делают необходимым рентгенологическое исследование. Если частота сердечных сокращений меньше 100 ударов в минуту, частота дыхания меньше 24 ударов в минуту и температура тела субфибрильная, то в общем вы можете даже и нет физикальных данных пневмонии, можете даже не делать рентгеновское исследование. Из лабораторных показателей ни лихоцитоз, ни соя не являются специфическими показателями, а вот такой показатель, как очень простая концентрация цирреактивного белка. Если в плазме больше 50 мг на литр, то вероятность пневмонии резко возрастает и тут нужно более серьезное вмешательство. Коклюш. Коклюш, к сожалению, частое явление, несмотря на то, что практически все население, кроме умалишенных уже впоследствии околдованных интернетом, привито вакциной АКДС, но, к сожалению, она полностью не работает и до 20% эпизодов связано как раз с коклюшем. Как его определить? Клинически практически у взрослых он неотличим. То есть те же абсолютно признаки, хотя там кашля в основном не из-за бронхита, там кашля в основном центрального генеза. Но у детей бывает так называемый симптом репризы, то есть эпизод закашливания закончается шумным вдохом, это симптом репризы. У взрослых он бывает редко. Как можно заподозрить коклюш? Ну, прежде всего, коклюш приносит домашний коллектив, дети, посещающие различного рода конституционные заведения, ясли, сад, школа, университет, и дальше заболевает себя семья. Очевидный контакт с больным коклюшем – это один из таких признаков. Кроме того, можно сделать и фа-диагностику, и за одни сутки получить ответ на то, что коклюш ли это, или пара коклюш, или это вообще острый баронхит. Астма. Я напоминаю, что тяжесть астмы не определяется тяжестью приступов. Может быть очень легкие приступы, так называемый кашлевой вариант, но при этом астма может быть и тяжелая, и средне-тяжелая. На что нужно обращать внимание? Это усиление кашля в ночные и предутренние часы. Тут две причины. Причина одна – это царство вагуса при засыпании, и вторая причина довольно частая – это контакт с домашним клещом и подушкой одеял. Провокация кашля холодным воздухом, но может быть, к сожалению, и при остром баронхите. Провокация кашля физической нагрузки. Вот здесь нюанс есть – это возникновение вот этого кашлевого эпизода и обструкции не непосредственно на физической нагрузке, а через какое-то время, через полчаса, через час после физической нагрузки – это вот то, чем страдают норвежские лыжники. Ну, дифференциальная диагностика – положительная бронхопровокационная проба с метахолином. Я бы ее не рекомендовал, потому что, во-первых, метахолин не зарегистрирован как медицинский препарат только для исследований, во-вторых, довольно рискованная процедура. Но бронходилитационный тест сделать можно. Вот мы так разобрали, немножечко ушли от пневмонии, от коклюша, от астмы. Мы считаем, что вот больной все-таки с остром баронхитом. Надо ли его лечить? Ну, наверное, надо, хотя это не смертельное заболевание. Вот на этом слайде вы видите, показаны практически все подходы возможные. Давайте потихонечку их разбирать, так сказать, что мы можем реально, чем мы можем помочь пациенту. Вот та ситуация, когда ошибок больше всего – это назначение антибиотиков. Совершенно четкое есть указание, причем высочайший уровень доказательности, а по данным многочисленным рандомизированным клиническим исследованием, что у больных острым бронхитом рутинная терапия антибиотиками не оправдана и не может быть рекомендована. Почему так? Это очень справедливо, потому что это вирусное заболевание. Мы принимаем антибиотики антибактериальные, часто без оснований. Но есть второй пункт. Я цитирую по мнению Европейского респираторного общества и сейчас прокомментирую немножко эту ситуацию. Решение о назначении антибиотиков должно приниматься индивидуально, с учетом проводимого ранее предписанного врачом курса терапии или опыта самостоятельного их приема. Уровень доказательности очень низкий. Что здесь имеется в виду? Гнойная мокрота? Нет. Гнойная мокрота может быть при вирусном поражении. Это не показатель бактериального обсеменения. А вот вторая волна интоксикации, которая наступает через 3-5 дней от начала заболевания, это может послужить достаточным основанием для того, чтобы задуматься о назначении антибиотиков. Честно говоря, я очень долгие годы, можно сказать десятилетия искренне считал, что приходит вирусная инфекция, нарушает работу муцеллярного клиренса, по сути дела обнажает слизистую и благополучно бактерии с успехом, патогенные бактерии садятся на подготовленную почву. И даже такая терминология была вирусно-бактериальная ассоциация. Сейчас я думаю по другому. Дело в том, что конкуренция в микробной среде, наверное, даже больше развита, чем среди у людей. И вряд ли стоит говорить о вирусно-бактериальной ассоциации, исключая случаи тяжелого поражения иммунной системы. Скорее всего, как раз инфекция вирусная является мощнейшим индуктором интерферона и других защитных механизмов, которые, в принципе, не позволяют без дополнительных условий колонизироваться бактериям и, тем более, осуществлять инвазию слизистую. Есть другой момент, когда антибиотики могут быть показаны. Почему учитывается проводимый ранее курс лечения? Это ситуация, когда мы не уверены, что это остеобранхит. Мы иногда не знаем анамнеза, может быть, это хронический братит или хроническая авторитивная болезнь легких, где антибиотики могут быть показаны. В этой ситуации нужно задуматься, и, в общем-то, все зависит от искусства врача. Но, во всяком случае, я призываю вас всех воздержаться от стартовой терапии антибиотиками. Это вирусное заболевание. Мы воспитываем антибиотикорезистентность. Ничего другого мы не делаем. Помочь реально мы не можем. Огромное количество рандомизированных клинических исследований. Более 130 тысяч наблюдений. Коклюш. Если мы все-таки решили, что это коклюш, надо ли лечить? Надо. Хотя длительность заболевания все равно, в общем, достаточно четко определена в 28 дней. Тем не менее, нужно принять меры к изоляции больного, потому что он высоко контагиозный, и дать ему макролидный антибиотик в течение 5 дней. Это может облегчить немножко течение заболевания. К сожалению, немножко, потому что, я еще раз подчеркиваю, что при коклюше кашель центрального генеза, но, главным образом, это препятствует распространению инфекции. Ключевой вопрос – противовирусная терапия. К сожалению, должен вас огорчить, несмотря на то, что огромное количество рекламируемых противовирусных препаратов и других околовирусных препаратов в аптечной сети реально действующих очень мало. Если вы уверены, что причиной остеобронхита явился вирус гриппа А и Б, но это сезон, прежде всего, вы вправе и даже обязаны назначить в первые 48 часов ингибитор энерминидазы. Из регистрированных в Российской Федерации – это Занамивир риленца или Азельтамивир. Там и флюи, и есть Азельтамивир отечественные. Он не сильно уменьшает длительность заболевания на 1-2 дня. Но почему их назначать нужно? Дело в том, что основное и самое печальное осложнение гриппа – это вирусные поражения легких, которые некоторые называют вирусной пневмонией. Мне этот термин очень не нравится. Скорее всего, это правильнее было бы называть острая интерстициальная пневмония или острый респираторный дистресс-синдром. Почему? Потому что это в основном интерсоциальное поражение с быстрым развитием дыхательной недостаточности, совершенно другая тактика лечения. Так вот, людям, которым назначили Занамивир и Азельтамивир в первые двое суток от начала заболевания, существенно в десятки раз реже страдают от тяжелого осложнения в виде остео-респираторного дистресс-синдрома. С другой стороны, в некоторых рекомендациях написано, что можно давать с профилактической целью ингибитора нейроминидаза. Это неправильно, потому что если нет самого фермента вирусной нейроминидаза, то, собственно, нет объекта воздействия лекарства. Поэтому с профилактической целью эти препараты не назначаются. Огромное количество в аптечной сети так называемых индукторов интерферона. Я считаю, что назначение индукторов интерферона при начавшемся заболевании бессмысленно. Потому что более мощного индуктора интерферона, чем сама вирусная инфекция, придумать сложно. И подстегивать загнанную лошадь, наверное, нет никаких оснований. На этом слайде показаны различные препараты. Слева мы еще о них будем немножко говорить. Интерфероны, индукторы интерферона, не все, конечно, и за ними невозможные. Они появляются чуть ли не каждый год новые. Но особое место занимают препараты гомеопатические. И должен упомянуть, что один из самых популярных в Российской Федерации оцилококцином. Это единственный препарат, такой вошедший в историю. Потому что это единственный препарат федеральным агентством по контролю за лекарственными средствами и пищевыми продуктами. В США признан мошенническим. Это гомеопатическая выдержка из печени берберийской утки. Я не знаю, на что рассчитывали компания Буарон. Наверное, одну утку какую-то отловила и весь мир накормила. Но коммерчески, наверное, успешный проект. Сейчас продвигаются активно отечественные препараты аноферон и эргоферон. Которые, в общем-то, тоже гомеопатические препараты. Хотя, говорят, какие-то релиз активных антитела. Но, честно говоря, ни биологическая сущность, ни конечные результаты, в общем, пока совершенно не убедительны. Блокаторы рецепторов. Я уже говорил о ингибиторах нейроминидаза. Даже, к сожалению, они работают только при вирусе гриппа. У них достаточно низкая биодоступность. К сожалению, достаточно высокая стоимость. Есть еще ингибиторы М2-каналов. Римонтадин, амонтадин. Были бы замечательные препараты. Но есть одна неприятность. Тахфилоксия развивается в течение суток. То есть очень быстро приспосабливаются вирусы. Поэтому широкого распространения препараты не получили. Интерфероны. Интерфероны, опять же, спорное назначение. Потому что интерфероны так вырабатываются. Кроме того, мы вводим чужеродный антигенный препарат. И, наверное, я не увидел ни одной убедительной публикации, которая бы позволила говорить, да, мы можем рекомендовать интерфероны различных видов. То же самое относится к индукторам интерферонов. Я не буду повторяться. Это та же совершенно ситуация. Ингавирин. Ингавирин, он же витаглутам. Довольно давно изобретенный препарат. В основном как стимулятор лейкопоэза для химиотерапии. В дальнейшем было его противовирусное действие показано. Но, к сожалению, малое количество клинических исследований. Очень небольшой материал. Я не знаю, почему компания не проводит полноценное клиническое исследование. Поскольку этот препарат зарегистрирован только в России. Но этот препарат работает. Работает. Причем не только при вирусе гриппа А и Б. Но и при других респираторных вирусных инфекциях. И, наконец, немножко подзабытое, незаслуженно вещество инозин пронобекс. Вот как раз тут ситуация такая, что это изученный препарат. Такой иммуностимулятор с противовирусной активностью в отношении широкого спектра ДНК и РНК вирусов. Видите, тут и грипп А, и Б, и парагрипп, аденовирус, и реновирусы. И реносинцициальный вирус, и герпес вирус. Он как-то ушел в лечение герпес вирусов. Хотя эффекты его достаточно изучены. Он и клетки хелперы стимулирует, и эффекторные клетки макрофаги. И увеличивает продукцию цитокинового тверферона, повышает синтез антител. Все это доказано многочисленными местами. Потому что на рынке препарат, ну, сейчас в основном продается как герпориносин, но он, в общем, достаточно давно. Еще один аспект, о котором обязательно нужно сказать, это обструктивное нарушение при остеомбранхите. Очень известная работа Манино, очень авторитетного автора, пульмонолога из Италии. Он показал, что при остеомбранхите более чем в 60% случаев наблюдается обструкция. На большом количестве, видим, почти 600 наблюдений. И нет обструкции только 39%, причем даже тяжелая обструкция. В чем беда? Доктора не слушают и не заставляют пациентов делать маневр форсированного выдоха. Не обязательно делать спериметрию, чтобы услышать обструкцию. Маневр форсированного выдоха, вы услышите хрипы, свисты и так далее. И вот если есть признаки обструкции, тогда констатируется острый обструктивный бронхит. Если нет острого обструктивного бронхита, никаких дополнительных действий. Если острый обструктивный бронхит есть, тогда вы обязаны назначить двойную брокодилатацию краткодействующими препаратами Берадуал или Протерол натив, то, что у нас доступно сейчас, либо в дозированных аэрозолях, либо небулайзер. Ингаляционные кортикостероиды. Эффективность безопасности больных острым бронхитом не показана. Но по аналогии с данными по хронической оттуртины болезни легких, нужно весьма осторожно подходить к этому вследствие увеличения риска развития пневмонии. Ингаляционная терапия. Напоминаю, что в зависимости от дисперсности аэрозолия различная глубина проникновения, и так называемая распирабельная фракция находится в зоне от двух до пяти микрон. И поэтому совершенствуются средства доставки. Мы осаждаются в мелких и средних бронхах, эти частицы, то есть там, где нужно. Поэтому различные есть средства доставки, наиболее часто применяемые небулайзеры. Тоже вынуждены здесь предостеречь от избыточной творческой активности и докторов, и пациентов. Потому что в небулайзеры пытаются заливать все, что угодно. Гуаны японских соловьев, какие-то минеральные воды неизвестного состава, органические вещества и так далее. Масла, антисептики, что совершенно недопустимо, потому что вот здесь, на этом слайде обозначены только те препараты, вернее, препараты только те, которые можно применять для небулайзеров. Их очень небольшое количество. Пожалуйста, доктора, относитесь к этому ответственно. И будьте любезны читать аннотацию. Есть замечания по некоторым препаратам. Вот, например, эноцетилсистеин. Да, разрешен к применению в ингаляционной форме. Хотя мы прекрасно знаем, что этот препарат должен метаболизироваться в печени для того, чтобы оказывать свое действие. Некоторые препараты уже потеряли свое значение. Я думаю, что будет расширяться потихонечку. Категорически, еще раз напоминаю, не используется масла. Это практически гибель мерцательного петеля, настои, отвары трав. Это то, чем любят заниматься наши пациенты. Иногда, к сожалению, рекомендуют врачи. Как достичь дисперсности? Есть, конечно, дозированные аэрозоли. Но есть и небулайзеры. В основном, ультразвуковые небулайзеры сейчас используются крайне редко. В основном используются компрессоры. Компрессионные небулайзеры. Вот здесь несколько видов показано. У меня вот на столе лежит компрессионный небулайзер. Видите? Собственно, небулайзер – это вот эта часть. Это вот этот стаканчик. А это компрессор. Система распыления, которая подает мелкодисперсный аэрозоль. В основном применяется система виртуальных клапанов, снижающая потери лекарственного вещества. Очень удобная и очень компактная. Можно присоединять различного размера маски к этому небулайзеру, если это удобно. Но еще раз подчеркиваю, только те вещества, которые показаны для применения в небулайзерах. Моделей очень много. Есть и большие, и малые, и портативные, и полупрофессиональные, и профессиональные. Но, в принципе, вы видите, совершенно маленькая модель. Очень небольшая, достаточно дешевая, очень удобная. И в последние годы активно продвигается так называемый МЭШ-небулайзер. Вот по размеру он почти такой же. На самом деле, это вот такой маленький стаканчик. Там немножко другая технология. Там идет возгонка лекарственного вещества при помощи колеблющей керамической мембраны, которая проходит через сито. Собственно, МЭШ это и есть сито. Кодусообразные отверстия, как раз соответствующие респирабельной фракции. Это очень удобные портативные приборы. Их можно рекомендовать на виду с компрессорными небулайзерами. У них, правда, меньшая мощность подачи в ряде случаев. Но для остеобронхита достаточно. Еще один момент. Мы говорили о том, что сопровождается кашлем остеобронхита. Что такое кашель? Кашель, в общем-то, это защитная реакция, это кашлевой клиренс. Он возникает тогда, когда не справляется система мукоцеллярного клиренса. Это универсальная система, которая практически на всем протяжении дыхательного тракта, начиная от носа, ротоглотка и так далее, до самых мелких бронхов. В чем сущность этой системы? Сущность защиты. Если бы этой системы не было, или если бы она плохо работала, мы бы с вами не жили. Значит, бакаловидными клетками и под слизистыми железами вырабатывается слизь, которая равномерно покрывает всю внутреннюю поверхность бронхов. Она делится на две фазы. Золь достаточно жидкая фаза и гель более плотный. И по ней такие высушенные пластины. Вы посмотрите, любой агент, любой полютант, даже инфекционный агент, практически не контактирует с клеточным звеном. И все это движется за счет работы клеток мерцательного петеля. Содорожная работа. Такой, знаете, движущийся бархат, который постоянно работает. Это приводит к тому, что контакта нет. Большинство инфекционных агентов, в том числе, просто выносятся. Но если в результате остеобронхита нарушается продукция слизи, ее состав, если не справляется мерцательный петель, идет накопление слизи, и тогда появляется кашель. Что делать? Прежде всего, муколитическая терапия. Муколитиков, несмотря на огромное количество торговых номинований, всего 4. Эноцитилцистеин, карбоцистеин, амбраксол, эрдоцистеин. Все. У них есть некоторые особенности, но в принципе, просто обратите, примем любой из этих препаратов. За исключением того, что эноцитилцистеин все-таки с антибиотиком одновременно назначать нельзя. И принцип очень простой. Длительное назначение, высокая дозировка. Сейчас некоторый амбраксол выпускает, видела Залван Макс, это одна таблетка в день на целый день. То есть, это очень и очень удобно. Что касается, так называемых, отхаркивающих средств. Вынужден констатировать, что это рвотные средства. Это имеется в виду мышатник, он же термопсис, солодка, корени пикукуаны и целый ряд других препаратов, которые нельзя рассматривать как достойные препараты для применения при нарушениях муцеллярного клиента. Потому что слишком много побочных эффектов и увеличение слизи, в сущности, не приводит к существенному клиническому эффекту. Очень много препаратов, очень много различного рода комбинаций настоек. И когда говорят мне, что это народная медицина, ну, знаете, тогда вся доказательная медицина антинародная, наверное. Я не знаю, как еще говорить об этом. Второй момент. Конечно, больной страдает от кашля. Конечно. И хочется подавить кашель, побороться с кашлем. Но я еще раз подчеркиваю, что кашлевой клиренс – это защитный механизм. И борьба с кашлем не самоцель. Но в ряде случаев, когда сухой или малопродуктивный кашель настолько изнуряющий, или когда кашель центрального генеза, например, при коклюше, тогда применяются средства центрального действия подавляющей кашель. Идеальным был бы кодеин, но по известным причинам это морфиноподобное соединение. Его сейчас не применяют. Применяют целую группу ненаркотических противокашливых препаратов. Приноксдиозин, оксиладин, бутумерат и глауцин. Наиболее часто сейчас применяется синекот. Да, это оправданно. В ряде случаев можно применять средства периферического действия. Это в основном препараты, обладающие местной анестезирующей активностью обволакивающие средства эфирные масла. Но, честно говоря, каких-то преимуществ я не видел. Более того, в моей клинической практике встречался достаточно известный человек, который применил одно из таких средств и получил анафилактический шок. Что, в общем, неудивительно. В ряде случаев некоторые компании выпускают комбинированные препараты. К сожалению, приходится констатировать, что иногда это применяется бездумно. Ну, вот у педиатров наиболее, может быть, популярный препарат аскорил. Ну, вы вдумайтесь, там содержится с одной стороны препарат подавляющий кашель, с другой стороны отхаркивающий препарат и пероральный бета-2 агонист. Ну, это убийственная вещь, но только на высокую жизнеспособность детей можно надеяться. Я не знаю, почему он получил такую популярность. Приходится об этом говорить. Что с противовоспалительной терапией? С противовоспалительной терапией не такая простая ситуация. Мы понимаем, что это острое воспаление. Потому что ни глюкортикостероиды, ни стероидные противовоспалительные препараты практически не оказывают никакого влияния на течение воспалительного процесса. И относительно давно был придуман препарат противовоспалительный финспирид. Он сейчас продается и как финспирид, и как и пистат. Видите, и в сиропе, и в таблетках, причем с двух лет можно применять. В какой-то момент, на мой взгляд, немножко дискредитировала компания, которая впервые выпустила финспирид, потому что она пыталась его, строго говоря, воткнуть во многие заболевания. А реально у него вот эта точка приложения – остеобронхит. Вот это как раз то место, где он реально работает как конкретное противовоспалительное средство. Поэтому было бы правильно, если вот видите, остеобронхит, вы назначаете пистат, это была бы нормальная ситуация. Почему? Почему так? А потому что есть с особенностью. Вот не только прямое влияние на синтез простагландинов или экатриенов, предыдущая схема показана, обмен архидоновой кислоты, и уменьшение и освобождение цитокинов, но и два момента, свойственных только этой молекулой. Это антагонизм к альфа- и альфа- и альфа- и аш-1 рецепторам, и стимуляция нервных волокон. Каких волокон? Несимпатических, то есть не адренергических и не холенергических, так называемая нанохсистема, которая тоже принимает участие в регуляции тонуса. Таким образом, применение препарата эпистат уменьшает отечность, гиперсекрецию, и очень важно, предупреждает брококонстрикцию. А мы с вами только что смотрели, что почти более чем в 60% случаев есть брококонстрикция. Проведенные исследования показали, что интенсивность кашля существенно уходит при таком лечении. Видите, 84% по сравнению с плацебо за 10 дней терапии. И вот тут показано, что более ранняя работа идет, снижается стоимость лечения, и высокий комплайнс пациентов обеспечивает. То есть это логично. И, наконец, последнее. Это не медикаментозные средства, о которых, конечно, не следует забывать. Я считаю, что при вирусной инфекции на первое место должен выходить вот этот аппарат. Почему именно этот аппарат? Это средство получения тепловлажных и паровых ингаляций. Не нужно дышать над картошкой, обжигаться и так далее. Сделана очень удачная модель прибора, которая позволяет четко поддерживать 43 градуса, то есть ту температуру тела, вернее ту температуру, при которой вирусы погибают, а работа мукселярной украинцы не нарушается. Более того, дополнительное увлажнение приводит к улучшению работы, к улучшению отхождения мокроты. Я думаю, что такой прибор, он достаточно дешевый, он должен быть в любой семье. Заливать в него нужно вот сюда заливать воду, там внутри есть стаканчик, куда заливается обычная вода чистая. Можно заливать слабо щелочной раствор не более двух граммов на литр, но это совершенно не обязательно. Эффективность их достаточно вот таких приборов высока, особенно при начале заболевания, то есть когда еще даже бронхита нет, когда поражение верхних дыхательных путей. Масляные ингаляции и ингаляции антисептиков противопоказаны. Опять же, педиатры впереди планеты всей. К сожалению, все чаще и чаще назначают мирмистин через небулайзер. А вы видели, что мирмистин, хлоросодержащий препарат, не включен в перечень препаратов, применяемых для ингаляционной терапии. И кроме гибели мерцательной петели и паралича мерцательной петели вы ничего не добьетесь. Ну вот, разогрелся прибор, он 9 минут будет работать и давать довольно интенсивный пар. Совершенно можно не бояться никаких ожогов. Очень простой и достаточно эффективный прибор. Кроме этого можно применять гало-аэрозольные ингаляции. Вот здесь показан прибор Галанеп, портативный. Если он у вас есть, вы можете использовать. Баночный массаж. Это не банки, это именно массаж. То есть это усиление локального кообращения. И тому же усилению локального кообращения и разжижению мокроты способствует облучению дециметровыми волнами грудной клетки. Если температура ниже фибрильной, то использовать эти методики можно и нужно. Вот такой у нас небольшой набор. Я, конечно, надеюсь дожить до тех времен, когда у нас будет более широкий спектр противовирусных и более эффективных препаратов. Но пока респираторные вирусы царят на земле. Мы закончили. Вы можете задать свои вопросы и мы вернемся к вам через небольшой перерыв. Ну еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Вопросов не поступило. Либо исчерпывающей информации, либо что-то я не договорил. Но очень приятно. Вот Татьяна, Эльмира и Алла прислали практически благодарности за лекцию. Значит, видимо, не зря поработали. Я еще раз благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. До новых встреч. Присылайте, пожалуйста, ваши заявки. Мы будем освещать те вопросы, которые для вас наиболее интересны. Благодарю вас за внимание. Спасибо.